Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеш. Я и в начале коротко о некоторых темах выпуска. 6 марта Сочи отметит 100 дней до чемпионата мира по футболу. В целом же о подготовке к мундиалю говорили на планерке главы города. С троем из песней лучшие команды курорта прошли парадом. В Сочи подвели итоги месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. 100 тысяч за обещание дать квартиру. По подозрению в мошенничестве задержана ранее судимая Соченко. За полтинник по объездной в Сочи появился новый маршрут общественного транспорта. На Кубани финансирование госпрограмм увеличат почти на 3 миллиарда. Депутаты краевого законодательного собрания сегодня приняли поправки в бюджет. Участие в заседании принял глава региона Вениамин Кондратьев. Дополнительно на расходы в этом году выделят около 15 миллиардов рублей. В общей же сумме планируют потратить 233 миллиарда. Большая часть денег пойдет на развитие социальной сферы. Сохранят ежемесячные выплаты многодетным семьям. Почти 5,5 миллиардов рублей направят на строительство и реконструкцию школ и детских садов. Дополнительно выделят около 300 миллионов на капитальный ремонт больниц и поликлиник. Наше время, в которое мы с вами работаем, это время приоритетов. У нас сегодня есть возможность дополнительно распределить 14,9 миллиардов рублей. Коллеги, это 15 миллиардов плюсом. И еще раз подчеркиваю слово дополнительно. Общий объем расходов, вот у меня написано расходов, и это не расходы, друзья, это выделение средств из бюджетов на жизнь. 233,2 миллиарда рублей на этот год. А вот в 2015 году, когда я избрался, когда команда пришла, эта сумма составляла 197 миллиардов рублей. То есть на 30 миллиардов мы практически за три года приросли. И вот этим мы сегодня уже можем гордиться. Владимир Владимирович, безусловно, увеличено финансирование значительной части краевых государственных программ. Одно дело увеличить, а другое дело эффективно исполнить. Ведь сэкономленные, это те же самые заработанные. Поэтому вот как рачительно они будут использоваться, денежные средства, это задача номер один. И я коллегам с органов исполнительной власти сказал, что даже не найдитесь. Мы это не будем по итогам полугодия или по году. Мы этот вопрос будем рассматривать системно, держим месячно. Увеличен также был и дорожный фонд. Теперь на строительство и ремонт автомагистрали предусмотрено чуть больше 28 миллиардов рублей. Еще почти 2 миллиарда планируют потратить на развитие ЖКХ. А на формирование городской среды в этом году выделят полмиллиарда рублей. Новейшие разработки в стройиндустрии собрали в Краснодарском экспограде. Там проходит международная выставка «Югбилд». Официальный старт ее работе дал глава региона Вениамин Кондратьев. В павильонах представлены товары для ремонтных работ и даже для строительства зданий. Как отметил губернатор, почти 70% материалов отечественного производства. Дом своей мечты за два дня. Сегодня это уже не фантастика, а вполне себе реальность. Экологичный, качественный и по доступной цене, который можно построить за выходные. За таким особняком будущее, говорит Игорь Мещенинов, региональный менеджер и сам живет в таких апартаментах. Да и преимуществ у дома без углов много. Низкие энергозатраты и всегда тепло. На сегодняшний день данная конструкция получается дешевле, чем любой другой каркасный дом на территории России. То есть это сухой лес северный, это лазерное оборудование, все детали идеально друг к другу подходят. И самое главное, это простая самостоятельная сборка. От такого разнообразия строительных отделочных материалов разбегаются глаза. На 20 тысячах квадратных метров представлены самые последние разработки и новинки строительной отрасли. От отделки и ремонта квартир до возведения зданий и сооружений, включая озеленение и благоустройство территорий. На одну из самых масштабных выставок в Краснодаре съехались представители 350 компаний из России, Белоруссии, Германии, Греции, Италии, Турции и Японии. Конкуренция высокая, отмечает глава региона Вениамин Кондратьев. И сразу интересуется у производителей, есть ли спрос на товар. Как вы в целом оцениваете сегодня рынок сбыта для себя? То есть это естественные процессы, где вы чуть падаете, поднимаетесь? Или искусственно кем-то как бы регулируемые? Это естественный процесс, потому что экономика прыгает то вверх, то вниз, поэтому и люди в зависимости от нее, то есть покупают больше либо меньше. Все, не более. Сильнейшего на рынке должен определять рынок, а не правила игры, которые подчас чиновниками вырабатываются. Для меня это принципиально. А у нас порой тендерные условия прописываются под определенных поставщиков, и можно перечислять очень многое. А это уже нечестная игра на рынке, неправильная. На выставке много предложений от местных кубанских производителей. И это неудивительно. Сегодня строительная отрасль региона стремительно развивается. Краснодарский край четвертый в стране по воду жилья в эксплуатацию. А поэтому растет спрос на отечественного производителя сырья. И знаете, когда вот кирпич в десантике голову бьют, у меня возникает два вопроса. Или голова такая, или кирпич такой, как бы, изрежащего качества. Ну вот здесь он поломает точно голову. А в наш кирпич точно поломает, потому что кирпич хороший, качественный. Отечественные материалы, оборудование высокоточное. Рядом со строительными материалами представлены архитектурные проекты. Новые современные комплексы, дома, офисные здания, социальные объекты. У каждого свой стиль и архитектурное решение. Но в погоне за новыми тенденциями в строительстве кварталов и микрорайонов нельзя забывать о комфортной городской среде. Еще раз напоминает глава региона. Новые постройки должны гармонировать с обликом города и создавать единый архитектурный ансамбль. Благоустройство в Краснодаре и на других территориях. Гостиницы, Анапа, ну ряд и высотных объектов. Мы много раз говорили о том, что где-то они нужны, где-то не нужны. Но это современная архитектура, новые технологии. Мы от современности никогда не уйдем. Современная архитектура, конечно, должна появляться. И без нее невозможно дальнейшее развитие никакого города. Но она должна быть еще большим украшением этого города. Создавать еще больше комфорт и уют для жителей. Но не превращать его в какую-то безликость или уродливость. В том числе там, где изначально уже полюбившиеся горожанам места. О том, что Краснодарский край – перспективный регион для развития строительной промышленности, известно не только в нашей стране. Своего покупателя на Кубани ищут и иностранные компании. Многие уже не один год на краевом рынке и собираются дальше развивать свой бизнес. Помните, когда была встреча с немецким бизнесом, они заверяли на расширение даже своего производства. Здесь у нас на территории отказываетесь от своих планов по расширению? Или, в принципе, уверенно говорите о том, что все-таки будете расширяться? Абсолютно уверен. Это однозначно произойдет. Мы будем решать ассортимент продукции, производственные мощности здесь однозначно. И в крае, и в России вообще такие намерения инвесторов. Здесь собственно. Это принципиально важно, потому что это говорит о том, что рынок ни в коем случае не стагнирует строительные, а набирает обороты. И вот такие шаги, с точки зрения расширения производства, яркое тому подтверждение. Но львиная доля строительных производств все же приходится на местных производителей. В крае идет практически все. От гвоздя до бетонных плит. Из кубанских стройматериалов можно возвести 90% жилого дома. Предприятия с каждым годом расширяют ассортимент своей продукции и полностью закрывают потребности строительного комплекса региона. О своих успехах производители рассказывают губернатору. Многие вопросы удалось решить после создания каталога промышленной продукции. А с апреля этого года на развитие предприятия можно получить деньги из регионального фонда. Развязал руки многим и краевой закон о недропользовании. По словам предпринимателей, теперь настолько проще стало проводить геологические исследования и добывать песок и гравий, что даже ищет подвох. Уж больно гладко все идет. Такого не бывает. Я смотрю и для меня интрига. В законе заложены подводные камни, на основе которых нам через месяц-полтора по какой-то причине будут отказывать. Либо это добротный закон, который позволит нам работать. Самое главное качество закона этого права применения. Если его можно применить, и правовые последствия возникнут, легальные, красивые, настоящие, тогда это хороший закон, и он на самом деле нужен, и в первую очередь вам. Система должна работать. А закон – это показатель работающей системы, в том числе в интересах сегодня недропользователей. И это очень важно сегодня. В погоне за количеством и объемами производства также важно не забывать и о качестве материалов, напоминает губернатор. Только тогда наши строительные товары смогут по-настоящему стать конкурентоспособными. А все сегодняшние передовые разработки отрасли даже через много лет будут образцом архитектуры и строительства. В ближайшие сутки в Сочи ожидается усиление ветра, дождь, в предгорьях и горах снег. Волнение моря – 4-5 баллов. В связи с сильными осадками на реках возможен резкий подъем уровня воды. Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы. В случае происшествий – звонить с мобильных телефонов 112. К другим новостям. 6 марта Сочи отметит историческое событие – 100 дней до Чемпионата мира по футболу. На Южном Аллу состоится большая праздничная программа. В целом же о подготовке к Мундиалю сегодня говорили на планерном совещании главы города. В Сочи определены 73 улицы из зон гостеприимства. За их санитарное состояние отвечают главы районов. В целом же объем оформления городской среды превысит объемы Кубка Конфедерации на треть. Создана в эти дни рабочая группа, которая мониторит готовность объектов доступности для маломобильных граждан. Также в городе готовятся полторы тысячи волонтеров. Работать они будут в том числе на фестивале болельщиков, который с 14 июня по 15 июля пройдет на площади Южного Мола. Помимо трансляции матча чемпионата, там предусмотрена концертная программа с участием ведущих мировых и отечественных звезд эстрады. План действий определен и непосредственно в Олимпийском парке. И в первую очередь это вопрос транспортного обеспечения. У нас также будет определена буферная зона, так называемая. И каждый болельщик, который будет по направлению на выход со стадиона, сможет на экранах прямо в Олимпийском парке видеть расписание автобусов, расписание поездов, расписание самолетов. Задействовано только на Чемпионат мира 255 автобусов. Электрический будет увеличиться ровно так же, как на Кубок Конфедерации, что позволит нам 8 тысяч человек в час перевозить. Что касается схемы движения по городским улицам, то она полностью меняется. И в первую очередь в районе Южного Мола и Олимпийского парка. С 10 июня по 17 июля будут полностью перекрыты улицы Войково, Кооперативная, Москвина. Арджоникидзе будет работать в двустороннем режиме. Полная схема будет размещена 15 марта на сайте администрации города и информационных табло. Нововведения произойдут и в школьной программе. Как известно, готовятся к матчам Мундиаля. В Сочи будут сборные Бразилии и Польши. В связи с этим отрасли образования, а также управлению культуры поручено провести ряд мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций этих стран. Комплексный план выполняется в срок, отмечают власти курорта. Но, тем не менее, отмечает мэр, надо быть готовыми к пристальному вниманию, в том числе иностранных журналистов и общественников, настроенных увидеть недостатки. В связи с этим особое внимание, в том числе, следует уделить вопросу безнадзорных животных. Сегодня это одна из часто поднимаемых тем. У наших зоозащитников, да и в общественности складывается неправильное мнение. Схема понятная. У нас договора. То, что по закону у нас положено. А по закону у нас положено отлов содержания. Все. И повторяю, работа должна быть открытой, гласной. Пусть люди видят, что мы с животными обращаемся совершенно по закону. По закону. Вот. Никаких отстрелов не было и никогда. И не может быть. Это просто дурь какая-то. Никаких там травлений тоже быть не может. Это нам не надо. И, конечно, четвертый питомник надо открыть. Но через 10 дней я приеду, чтобы питомник был открыт. Понятно это? Также на планерке озвучили результаты работы по заключению договоров с САХом и вновь созданным муниципальным предприятием «Чистый город». Благодаря таким договорам бесхозный мусор на улицах курорта должен исчезнуть. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Прежде чем писать о футболе, нужно познакомиться с Сочи. Так решили организаторы чемпионата мира по футболу. Они провели экскурсию по курорту для более чем 200 журналистов со всего мира. В центре внимания – Олимпийский парк. Ведь именно здесь, на стадионе «Фишт» пройдут шесть игр чемпионата. В одном из гостиничных комплексов тем временем уже вовсю работает медиа-центр. Журналисты с разных континентов в режиме онлайн делятся с редакциями последними новостями. Скоро поводов станет больше. В конце месяца в Сочи пройдет первая установочная встреча представителей всех 32 команд-участниц. Добавлю, на Кубани скоро начнут действовать шесть баз, где будут тренироваться лучшие сборные мира. Среди них, кстати, испанцы и бразильцы. Вторым домом для футболистов на время станут стадионы Сочи, Геленджика, Анапы и Краснодара. Мы сделаем все возможное от нас зависящее, чтобы и игроки, и тренерский штаб, и болельщики чувствовали на нашей территории себя комфортно, уютно и чувствовали себя как дома. Напомню, болельщики в голос начнут поддерживать сборных своих стран. 14 июня в этот день состоится первая игра чемпионата мира. Судьба главного трофея определится в финале. Он пройдет 15 июля. В Сочи в честь предстоящего празднования «Ста дней до старта чемпионата мира по футболу» открылась выставка рисунков. Она будет работать в Музее спортивной славы города. «Мир футбола глазами детей» – так называется выставка, посвященная «Ста дням до старта мундиаля». Эти рисунки сделали юные сочинские художники, воспитанники городских изо-студий. На выставке рисунков, посвященных главному спортивному событию года, представлены работы, выполненные в разных техниках – гуашь, карандаш, тушь, пластилин, аппликация. Сегодня лучшие работы определяли члены жюри в команде «Судей» – легенды сочинского футбола. Члены жюри оценят креативность самой задумки и настроение, которое должен придать сам предстоящий чемпионат мира по футболу в нашем городе. Самые яркие рисунки впоследствии войдут в мультимедийную выставку «Мир футбола глазами детей». Так что творчество юных художников станет полноправным экспонатом Музея спортивной славы Сочи. Добавлю, что в музее работает и постоянно действующая экспозиция, посвященная предстоящему мундиалю в коллекции открытки, марки, мячи и футболки с автографами известных футболистов и многое другое. В Сочи подвели итоги месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. Он стартовал 23 января по всему Краснодарскому краю. В этом году месячник проходил в 11-й раз под девизом «Авеяна славой, родная Кубань». Итоги целого месяца патриотической работы подвели в Зимнем театре. А на площади около него состоялся финал городского конкурса «Песни и строя». Театральная площадь в Сочи превратилась в плац. Здесь накануне подводили итоги городского конкурса «Песни и строя». За звание лучших боролись 12 отрядов. Это победители районных этапов конкурса. Уже по внешнему виду школьников было заметно, насколько тщательно они готовились к финалу. «Золотом горят!» Строгие, подтянутые. Они демонстрировали умение работать в команде, выполнять строевые приемы. И все это в непростых погодных условиях. Накануне в Сочи дул сильный ветер, а после и вовсе пошел дождь. Всегда наша Красная армия, Советская армия, Российская армия загорялась именно в трудных условиях. И вам это сегодня удастся. В итоге лучшими среди старших отрядов стали ребята из Центра дополнительного образования «Хоста». Среди школьников помладше – 59-й лицей. А уже на сцене Зимнего театра награждали самых активных участников месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. В его рамках в Сочи провели более 1200 мероприятий. К ним присоединились 62 тысячи школьников. Они участвовали в уроках мужества, встречах с ветеранами, ходили на экскурсии в музеи и военные части, выявляли сильнейших в военизированных эстафетах и спортивных турнирах, приводили в порядок памятники и мемориалы. Цель всех этих мероприятий – развитие у школьников чувства гордости за свой народ, уважения к его подвигам. Наши замечательные педагоги, наставники занимаются с ребятами сохранением и приумножением патриотических традиций. Воспитывают у подрастающего поколения любовь к родине, к родному краю, повышают престиж военной службы. В итоге лучшим среди всех районов в военно-патриотическом воспитании был признан Адлерский. В числе номинантов оказалась и наша телекомпания ФКТ. Ее признали лучше среди СМИ в освещении мероприятий «Месячника». Важно, что завершение «Месячника» будет одновременно стартом нескольких военно-патриотических акций, которые пройдут в течение года до завершения празднования 75-й годовщины освобождения Краснодарского края. Полное освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков в крае будут отмечать 9 октября. Это одно из важнейших событий Великой Отечественной, которое ознаменовало завершение битвы за Кавказ. Оно имеет особое значение не только для города и края, но и для всей России. А это еще один повод для школьников гордиться своей страной. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Девочка, упавшая в лестничный проем в торгово-развлекательном центре в Сочи, пошла на поправку. Напомню, несчастный случай произошел 15 февраля. Женщина с двумя детьми стояла у лифта торгового центра «Плаза». Когда она начала фотографировать малышей, девочка сделала шаг назад и провалилась в отверстие между лестницей и стеной. Ребенок получил черепно-мозговые и другие травмы. Накануне стало известно, что ребенок, который еще находится в больнице, пошел на поправку. В социальных сетях родственники опубликовали видео, снятое в палате. Мама! Скажи, баба! Тем не менее, Следственный комитет продолжает проверку по факту падения ребенка. А накануне в Сочи на пешеходном переходе сбили 12-летнюю девочку. ДТП произошло в поселке Лао. По предварительным данным, 44-летний водитель грузового автомобиля Hyundai сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Ребенок доставлен в больницу с различными травмами. По предварительным данным, виновным в ДТП является водитель грузового фургона. Полицейские Сочи задержали подозреваемую в мошенничестве. Ранее неоднократно судимая местная жительница предлагала гражданам индексацию пенсии и получение льготной квартиры. В полицию обратилась 64-летняя Сочинка. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества. В квартиру пострадавшей постучала незнакомка, которая представилась социальным работникам. Пройдя в квартиру, злоумышленница рассказала о возможности индексации пенсии и получения квартиры. Как утверждала подозреваемая, для участия в этой программе необходимо заполнить специальные бланки и заплатить за это 100 тысяч рублей. Получив деньги, женщина скрылась. Стражи порядка составили ориентировку с приметами подозреваемой и направили ее во все отделы полиции. Мошенницу задержали. Ею оказалась пенсионерка. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания. Разговаривала с женщиной, пообещала ей пересмотреть пенсию и похожествовать о квартире. И она отдала мне денег. Сколько денег отдала? 102 тысяч. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Пенсионерке грозит лишение свободы сроком на 5 лет. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий при отработке гаражно-строительных кооперативов нашими сотрудниками была задержана гражданка по подозрению в данном преступлении. Известно, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления. И мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто пострадал от действий этой гражданки, незамедленно сообщить в полицию по телефону 02. В Сочи появился новый маршрут общественного транспорта. Автобусы под номером 111 принадлежат МУП «Сочи Автотранс». Курсируют они между Адлером и Сочи. В отличие от привычных направлений, этот маршрут проложен по дублеру курортного проспекта, минуя центр города. Отправной пункт – остановка «Новый век» в Адлере. К слову, проезд стоит 50 рублей. Ходит автобус с интервалом в 20 минут. Всего предусмотрено 132 рейса в сутки. Первый отправляется рано утром в 5.50, последний – в 20.50. Льготный проезд не предусмотрен, но есть и несомненные достоинства 111-го. Это меньшее время в пути и низкая стоимость проезда по сравнению с другими. Вчера узнала, очень рада, очень хорошо. Удобно, быстро и дешево. 50 рублей всего. Я езжу раз в неделю за внуком Сочи. И первый раз вчера услышала о новом маршруте, заинтересовалась. Потому что 124-й он хоть и быстро ходит, но всегда переполнен. Поэтому будем рады, если этот маршрут нас устроит. Всего на маршруте 8 остановок. От «Нового века» в Адлере автобус выезжает через авиационную на федеральную трассу и далее движется по Ленина. В районе курортного городка автобус подбирает пассажиров на остановках «Лавровая», «Вагонное депо», «Изумруд», затем «Известия», «Фрегат» и «Знания». После этого по федеральной трассе в районе спутника сворачивает на дублер. Больше остановок до самого центра Сочи нет. Конечный пункт – район ЖД вокзала. Был разыгран 111 маршрут новый по дублеру, который почти на 25-30 минут сокращает время в пути. Мы впервые получили, вчера отслеживали интернет, 3604 положительных отклика от жителей и гостей города, что говорит о том, что это нововведение департамента очень пришлось по душе сочинцам и гостям города. Новый маршрут станет хорошей альтернативой в часы пик и в период летнего сезона. В то время как другие автобусы будут следовать через курортный проспект, 111-й объедет загруженный участок по дублеру. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Обозначить проблему и начать ее решать. Константин Затулин провел в Сочи очередной прием граждан. На этот раз в повестке дня 10 вопросов, с которыми сочинцы пришли к депутату от своего округа. От гражданских инициатив до частных просьб к депутату Государственной думы Константину Затулину обращаются по разным вопросам. Одни требуют тщательной проработки, другие решения здесь и сейчас. Семья Негодаевых с 1984 года стоит в очереди на жилье, но сегодня получение заветных квадратных метров под сомнением. Мы обратились в частности со своей проблемой, потому что не могли получить документа, подтверждающего, что мы до сих пор находимся в очереди. И это нас, естественно, встревожило. Новоселье откладывалось и по другой причине. Семья должна получить жилье на улице Искрав-Кудепсте. Александр Негодаев, пенсионер МВД, но сроки сдачи в эксплуатацию ведомственного дома постоянно затягивались. Тогда к решению проблемы подключился Константин Затулин. Мне пришлось обращаться по этому поводу и письменно, и устно к министру внутренних дел. Дал мне обещание этим заняться. Вот сегодня я получаю известие, что действительно движение происходит, что проблема сдвинулась с мертвой точки, хотя она еще не решена, но людей вызывают и им показывают квартиры. Будет добиваться депутат, чтобы долгожданную квартиру показали и в конечном счете предоставили семье Негодаевых. Обсудил с гражданами Константин Затулин и другие вопросы, в частности, дальнейшее развитие территорий в Меретинской низменности, получение российского гражданства, переселение из аварийного и ветхого жилья. В Сочи во время выборов будет работать 221 избирательный участок. Участково-избирательные комиссии города уже приступили к своей работе. Музей истории города-курорта. Здесь расположен избирательный участок 46-54. До выборов еще чуть больше двух недель, но здесь уже кипит работа. Члены участковых комиссий принимают заявления от избирателей о включении в списки для голосования по месту пребывания. Хотела бы проголосовать на вашем участке, потому что я здесь работаю. И в этот день я буду на рабочем месте, поэтому разрешу дать мне. Хорошо, пожалуйста. Наталья Скороход – смотритель музея истории города. Живет и прописана на улице Кубанской, но в день голосования будет находиться в музее. Теперь, благодаря поданной заявке, здесь же 18 марта и проголосуют. Избиратели, которые находятся в день голосования здесь, в городе Сочи, но прибывшие из других субъектов Российской Федерации, из других районов Краснодарского края могут подать свои заявления о включении в списки избирателей уже непосредственно в участковую избирательную комиссию. Помимо избирательных участков, такие заявления продолжают принимать территориальные избирательные комиссии, МФЦ, портал госуслуги. Их примут по 12 марта включительно. Всего в Сочи 347 тысяч избирателей. О предстоящих выборах их будут информировать через вот такие буклеты. Их будут разносить по адресам, раздавать лично или оставлять в почтовых ящиках. Тираж первой партии – более 160 тысяч листовок. Здравствуйте. Мы принесли вам приглашение на выборы, пожалуйста, 18 марта. Приглашаем вас всех на участок, на выборы. Знаете ваш участок, где находится? Конечно. 164. Узнать, где находится ваш избирательный участок, можно на сайте Центральной избирательной комиссии России. Ну а с 8 марта начнется прием заявлений от тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на участок в день голосования. На основании таких заявлений члены участковых избирательных комиссий в день выборов 18 марта выйдут на дом к таким желающим выполнить свой гражданский долг. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.